рассмотрим пример пусть кто-то получил положительный результат тестирования на некоторые заболевания какова вероятность что у него действительно имеется это заболевание пусть заболевание встречается в одном случае из 10 тысяч то есть вероятность заболевания равна одной десятитысячной будем считать что у нас есть переменная dm которая может принимать значение 0 заболевание отсутствует и значение единица заболевание присутствует здесь указаны априорной вероятности вероятность того что d равно нулю и вероятность того что д равно единицы предположим что тест совершает ошибку в одном случае из 100 в обе стороны здесь указано вероятности того что тест дает отрицательный результат при условии что заболевания нет вероятность того что t равно нулю при условии что д равно нулю равна 99 сотых вероятность того что-то сдает отрицательный результат при условии что заболевания есть вероятность того что ты равно нулю при условии что д равно единице 1 сотая это так называемые ложно отрицательные случаи вероятность того что тест дает положительный результат При условии, что заболевания нет, вероятность того, что t равняется единиц, при условии, что d равняется нулю. Одна сотая. Это ложноположительные случаи. Ну и, наконец, вероятность того, что t сдает положительный результат при условии, что заболевание имеется. В нашем случае байесовая сеть это граф из двух вершин d и t с заданными вероятностями. Необходимо найти вероятность того, что заболевание присутствует, если тест дал положительный результат. То есть вероятность того, что d равно единице при условии, что t равно единице. В данном случае у нас наблюдаема переменная t. И требуется найти условную вероятность того, что d принимает значение единице. По формуле байеса имеем дробь. Вчислитель условная вероятность того, что t равно единице при условии, что d равно единице. Умножить на безусловную вероятность того, что d равно единице. И делить на безусловную вероятность того, что t равно единице. Числитель перепишем, а знаменатель распишем по формуле полной вероятности. Условную вероятность t равняется единице при условии, что d равняется нулю. Умножить на вероятность того, что d равно нулю. Плюс условная вероятность, что t равняется единице при условии, что d равно единице. Умножить на вероятность того, что d равно единице. Подставляя сюда конкретные числа, получаем, что равно приблизительно 0,0098, что меньше 1%. Если тест слишком дорогой, а болезнь не очень опасна, то я бы такой тест не стал сдавать.